Ещё одна важная тема, мимо которой я не мог пройти, это, цитирую, ЧП Россия, новости, это портал в Телеграме, подписывайтесь, канал. В Госдуме поддержали предложение отправлять женщинам в специальную военную операцию. Это в России, подчёркиваю, не на Украине. Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вот самое странное, да, Нина Астанина высказала одобрение идеи направлять россиянок, в том числе женщин, потерявших родных на Украине, для оказания помощи раненым в зоне боевых действий. Присутствие женщины у постели раненого всегда создаёт определённое тепло, по сути, присутствие матери, потому что далеко не всегда мама имеет возможность ухаживать за своими ранеными сыновьями. Женщины, потерявшие своих детей, мужей, мне кажется, они втройне отдадут тепло родным бойцам, поэтому можно только приветствовать. А юридические механизмы вместе с Минобороны, мне думается, не так сложно доработать. Вот что странно в этом всём, да, казалось бы, доброе, благое дело. Это председатель комитета Госдумы по защите семьи. Вот при чём тут семья в России? И направлять россиянок для оказания помощи раненым в зоне боевых действий. Вот я понять никак не могу. Министерство образования, медицины нашей, или Министерство обороны, обращалось к депутатам Государственной Думы, нам не хватает жён, матерей, сестёр ухаживать за ранеными. Вот я хочу это понять. Были такие обращения или нет? Причём тут создание семьи и оказание помощи раненым. Это могут быть вдовы, женщины пожилого возраста, одинокие женщины, у которых вот посыл, порыв оказать раненым помощь. А при чём тут семья? Зачатие детей, рождение детей, то, что сейчас России не хватает. Вот я понять не могу. При чём тут защита семьи и помощь раненым? Вот правильно говорил Володин недавно, что некоторым депутатам лучше думать головой, прежде чем делать какие-то заявления на тему, вот как это. Присутствие женщины у постели раненого. Ну каких женщин? Вы определите. Если женщина хочет только семью создать, если она готова к браку, к родам и так далее. Зачем ей раненый боец, кровь, вот это всё? Вы знаете, какую силу надо иметь, духа, воли, чтобы к этому прийти, помогать раненым? Сможет она потом создать семью, насмотревшуюся вот этого всего ужаса, женщина у постели раненого. Я очень сомневаюсь. То есть у нас одни хотят, чтобы Минобранауки, я вам видео записывал, хотят, чтобы студенты быстрее семьи создавали, рожали, зачинали и рожали детей, минуя церковь, браки церковные, просто чтобы быстрее, быстрее, быстрее. Зачинали, рожали, зачинали и рожали. Я об этом видео записывал, мы с вами дискутировали. Это одни просят. Другие просят, чтобы направлять женщин, потерявших своих детей, мужей. Вы не соответствует названию защиты семьи. Это Министерство обороны и Министерство здравоохранения должны этими вопросами заниматься. Надо открыть курсы, во-первых, для таких женщин. Надо определить возраст. Это целая история, короче говоря. А не вот так просто выступил, а давайте направим. Так эта вдова должна семью создать, если она еще родить может, пусть семью создает, пусть рожает. Это женщины за 40, за, может, даже 50. Но они же где-то работают тогда, получается. Им кто платить будет вот это все? Как это зафиксировать юридически и тому подобное? В общем, вот так вопросов. Что вы по этому поводу думаете? Значит, идея хорошая, но вот как они вот это делают? Одни одно, другие другое, говорят в Госдуме. Я вот не совсем понимаю, что думаете вы по этому поводу? Значит, ставьте лайки, подписывайтесь, распространяйте это видео, комментируйте, записываясь на прием за прогнозом. Идем дальше.